Приветствую, друзья! Сегодня у нас интересный разбор. Это не планировка, это целая концепция, дизайн-концепция интерьера. Сейчас мы тоже с ней посмотрим. Это видео будет с сопроводительным письмом. Добрый день, Станислав. Разберите, пожалуйста, мою работу. Эскиз-концепция коллаж мини-проект не сформулировал для себя. Заказчику представила услугу, как консультация с пояснением еще не отправила. Отражены все вопросы, которые будут у заказчика. Кафель, покраска, мебель, дверь, освещение. Вот в такой визуальной быстрой подаче. Как вам подобная подача? Сколько она должна стоить? И давайте посмотрим, что у нас здесь за подача. Что мы тут можем изучить. И какие у нас есть вопросы, замечания и рекомендации. Во-первых, мы видим здесь некий коллаж, который показывает... Самое главное, здесь есть планировка, которую можно смотреть, обсуждать. Это очень хорошо. И дополнительно к этому у нас есть некий подбор по комнатам. Давайте начну с того, что есть люди, которые понимают примерно так. То есть, которые понимают, что нужно купить некие предметы мебели и расставить их по предлагаемым дизайнерам решениям по планировке. Это, в принципе, достаточно. Но тут можно сказать, что дизайн будет уже больше мебельный. То есть, купили мебель, покрасили какую-то стену и поставили. То есть, это да. Мы так не работаем. То есть, я лично бы такой дизайн никогда не заказал, потому что я бы заказал все-таки какие-то больше дизайнерские решения интересные. Не просто расставить мебель, просто по углам и покрасить каким-то цветом. Я бы заказывал просто какую-то более единую концепцию, какое-то более единое решение. Я бы хотел посмотреть именно визуализацию. Для меня вот в таком формате с каким-то визуализацией уже было бы лучше, чёще и понятнее. Но я точно знаю, что есть люди, которые так понимают, которые именно так вот работают с дизайнерами. Это отличная подача для некоторых дизайнеров, для кого клиенты примерно, как правило, это эконом и эконом плюс формата, которых нет денег на визуализацию, либо они не заказывают, но которые тоже хотят увидеть, посмотреть примерно, как будет выглядеть их помещение. И, в принципе, им окей. То есть, они видят, что тут какой-то будет кровать, какая-то здесь будет мебель примерно такая. Может быть, она уже конкретно даже выбрана. Здесь шторы. Почему-то шторы закрывают, там гардероб, там какая-то вот эта история. Ну, меня бы напрягло каждая идея. То есть, что за зеркало, то есть, почему оно такое, почему здесь вместо того, чтобы сделать нормальный стройный гардероб, здесь какая-то такая история просто как бы вырезана из магазина. То есть, да, дизайнер может сказать, что это как бы некий образ, но для меня вот это не очень конкретно. То есть, для меня лично, да, если клиенты покупают, то хорошо. Это вот моё отношение к подобным форматам. Я бы, если делал, ну и плюс для дизайнера тоже это непонятно на самом деле. Ну, вот вы сделали, да, клиент потом сказал, а я не так думал или это не вместилось. То есть, как вы потом будете доказывать? Хотя бы по 3D там видно, что у вас всё помещается, что всё на своём месте. А здесь просто комбинация неких элементов, которые на самом деле с тем, что получится, не имеют ничего общего. То есть, это некий как бы визуальный такой вот успокоение, да. На самом деле оно, ну, не сильно будет похоже, да, на то, что будет похоже. И я бы сделал на самом деле всё-таки визуализацию, да. Не такие уж они дорогие, всё будет нормально, если их сделать. Ну, то же самое, да. То есть, как идею, как образ можно принять. Но на самом деле вот такое референс, которое здесь представлено, можно найти просто в Пинтересте. То есть, не обязательно делать коллажи из разных элементов, да, почему это плитка, например, да, почему именно вот это, да, почему там, ну, не другая. Много вопросов, да, почему вот этот рисунок, почему вот этот рисунок с этой плиткой. Ну, и так далее. То есть, можно найти такую же картинку в Пинтересте. То есть, мы вот как работаем, мы больше подбираем, например, какие-то готовые референсы, от них отталкиваемся и уже придумываем всё наше решение. Здесь получается история с коллажом, которая комбинируется и показывается клиенту, как это будет. Ну, наверное, да. То есть, если этот клиент принимает и использовать можно, то окей. Мне тяжело так воспринимать. То есть, я вижу просто набор каких-то для себя изображений, которые были взяты из различных источников, которые так или иначе там соединены между собой какими-то общими цветовыми палитрами, да. То, что вот пол здесь одинаковый, здесь почему-то, ну, покраска разная. И вот оно представлено, что вот давайте так. Может быть и так, да. То есть, деревянный дом, в принципе, может быть и так. И, в общем-то, да, в общем-то, по-хорошему, там, для эконом-дизайна может так быть. Мы просто так не работаем, и я бы лично такой дизайн не заказывал и не принимал. Но я точно знаю, что есть люди, которые так работают. Хорошо. Это вот моё мнение, потому что я вижу. Если вы это можете продавать, то продавайте. Если за это вы умеете отвечать и отвечаете, соответственно, отвечаете. Всё отлично. Я вот только за любую движуху, да. То есть, клиенты должны быть разные, дизайнеры должны быть разные. Если это работает, то отлично. Хорошо. Давайте теперь посмотрим по планировке, да, какие тут основные какие-то вещи, да. Первое. Пытаемся найти вход. Где вход? Наверное, вот здесь. Вот он, тамбур показан. То есть, мы входим в тамбур. Здесь хорошо. Ну, сразу же возникает вопрос, почему здесь в тамбуре ничего не используется. То есть, такое здесь благодарное место для, благодатное для того, чтобы разместить что-то, да. То есть, например, там какую-то вешалку, либо ещё что-то. Границы плитки. Границы плитки здесь заканчиваются, да. И здесь что идёт тогда, непонятно. То есть, я бы границы плитки всё-таки выносил бы до основного гардероба, чтобы ты зашёл полностью. Они бы были, ну, учтено, чтобы грязными ногами ты доходишь до гардероба. Всё туда складываешь и всё. То есть, такие бы штуки я тоже не делал. Но понятно, что тут можно, так как это дом, такой загородный дом, получается такой деревянный, да. То есть, возможно, вот именно такое решение, как бы оно оправдано. Ну, я имею в виду с тем, чтобы повесить. Хорошо, там в санузел заходишь, да. Тут, может быть, вариантов нет. Но я бы всё равно посмотрел, как можно... Ну, да, тут деревянный дом накладывает в себя много ограничений, да. Поэтому, если идут какие-то коммуникации, идут, ты ничего не сделаешь. Ты, кроме того, поставишь сюда санузел. И здесь там поставишь сюда раковину. Ну, хорошо, может быть и так. Дальше заходим в основную зону гостиную. Здесь в гостиной наколбасили несколько вариантов. То есть, такой, 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 раскладной и так далее. Ну, хорошо, я буду смотреть пока один вариант. Гостиная. Мы смотрим, у нас здесь кресло. Диван. Хорошо, смотрим сюда, у нас здесь телевизор. Ну, как бы, да, окей. И ещё одно кресло. Ну, да, нормальная гостиная может быть. Дальше стол раскладной 6. Я бы это раскладные не сделал. Стол, я вообще не очень долюблю разные раскладные истории. Я бы делал и не трогал бы. То есть, если надо на 6 человек, у вас здесь место есть, делайте на 6 человек, не парьтесь, ну, как бы оставьте как есть. Так, дальше заходим. Вот эту зону я бы подумал всё-таки как открыть. То есть, если есть возможность, да, отрубить вот эту тему. Ну, тут надо с конструктивом работать и поговорить с архитекторами. Они очень не любят это делать, деревянные дома как-то менять. Но всегда можно, практически всегда можно отрезать лишнее, да. Если это возможно, лучше это сделать и усилить как-то. Зато у вас будет единое пространство. Ну, здесь вроде окей. Я бы разместил обязательно под окном не посудомойку, а именно раковину. Это было бы, ну, такое, как бы, единое прикольное решение. Хранение продуктов, всё остальное окей. Барный остров. Ну, чуть он так как бы мелковат. Я бы чуть-чуть побольше сделал. Но это как раз можно было бы сделать, если бы там поменьше здесь делать. Ну, вот эту вот зону. Ну, нормально, да. То есть, в целом всё нормально, всё хорошо. Витринный шкаф тоже как бы он не до конца. Вот это вот тоже места между, около витринного шкафа, он получается какой-то такой отдельный, да, стоящий. Ну, может быть. Здесь имеет смысл тогда, я думаю, что если делаете встроенную какую-то мебель, может быть и встройку прям сделать, ну, витрины. Может быть, даже это дешевле будет. То есть, если есть задача сэкономить, тут я вижу по дизайну, есть задача сэкономить даже на визуализации. Да, вот витринный шкаф как бы с боковыми вот этими элементами, да, они ни к чему. Если он там какой-то будет сделан нормальный, да, то он будет денег стоить и задние элементы, и боковые. А можно просто сделать витрину, да, вот таким способом. Вот здесь такую витрину и закрыть её как бы всё пространство. Ну, это один из вариантов, как дополнительно. Так, здесь, ну, может быть, достроить, да, всё-таки, чтобы шкаф не выпирал. И тогда он будет полностью встроен, будет неплохая тема. Дальше. Заходим. Здесь чего у нас? Спальня хорошо. Гардероб за шторой. Ну, я вот не очень понимаю, зачем за шторой, то есть лучше всё-таки закрыть его, ну, чем-то. Может быть за шторой, но, как бы, она пылиться будет, там, открываться-скрываться. Не знаю, не уверен, что это, как бы, самое лучшее решение. Может быть, из-за экономии так сделано? Ну, возможно, да, шкаф, мне кажется, можно спокойненько просто шкаф сделать. И будет окей, открываться-скрываться, нормальная строчка. Ну, если так, то тоже может быть. Как я видел на референции, да, вот мы видели с вами, да, какая-то, со шторой, вот такая идея. Ну, может быть и так. Хорошо, это вот, я понимаю, вот та зона. В целом окей. Здесь у нас гладилочка, в общем-то все хорошо, за исключением того, что кажется, что вот это пространство, оно меньше 600, и соответственно не влезет в нормальные плечики, то есть надо, конечно, чтобы плечики влезали, ну иначе просто тяжело здесь будет как-то все повесить, и вот то, что вы нарисовали, оно не будет соответствовать действительности, это надо проверить, что тут 600. Дальше, детский спортивный уголок, детская двухъярусная кровать, окей, да, шкаф с домиком, детская какая-то такая движуха, ну да, может быть гостевая, раздвижной диван, может быть, санузел, да, тоже если есть возможность открывать внутрь, что тут у нас, душ, две, два умывальничка, машинка стиральная, ну можно, да, так, можно так, хорошо. Так, и все, у нас второго этажа нет, это что, одноэтажный получается, да, а, ну хорошо, да, может быть, ну вот из того, что вижу, если это там супер какой-то экономный вариант, ну, наверное, да, по тому, как эта концепция интерьера представлена, а вот первый этаж 114 метров, окей, второго этажа я пока не вижу, ну хорошо, да, такой для экономного варианта вполне, сколько такое стоить может? Ну, наверное, 1015-20 за планировку и за подбор, ну я думаю, где-то в районе 30-40 тысяч можно брать с клиента за вот такой подбор, ну, вполне нормально, да, то есть если вы внимательно это все подобрали еще мебель, да, под это дело и внимательно сделали какую-то базовую, хотя бы комплектацию, какую-то базовую смету, ну, давайте так, от 30 до 60 тысяч можно такой проект презентовать и предлагать, если вы добавляете сюда еще где это купить, не просто картиночки, а где это купить, как это будет выглядеть, и может быть еще авторский надок, туда добавить, ну, примерно нормально вот такую цену, то есть в целом в итоге вы можете до 100 тысяч дойти, там, с надзором или с чем-то, и в общем-то это выглядит неплохо, еще раз говорю, что это не для всех клиентов, да, для многих будет такая подача непонятна, но для кого это понятно, и вы представляете и показываете, что это работает, я бы на вашем месте еще сделал было-стало, то есть вот вы такое сделали, и уже у вас отфотканное готовое интерьер, потом в дальнейшем, да, я бы просто для презентации этой идеи и презентации, как эта тема работает, я бы показывал, вот мы запроектировали так, и вот готовая фоточка, то есть не бойтесь, что у вас не будет визуализации, если вы уверены в своих силах, то показывайте, как это сделано, допустим, для деревянных домов, это абсолютно актуально, потому что стены мы передвинуть не можем, с планировкой мы работать там детально не можем, мы можем подбирать только здесь мебель и работать цветами, а если мы подбираем мебель и работаем цветами, то единственное, что правильно сделать, это вот как бы такие подачи, сэкономить на визуализации там 50 тысяч рублей, лучше 50 тысяч рублей и тратить там на чему-нибудь, там на какой-нибудь, не знаю, диван или еще что-то, если вы готовы в таком формате смотреть, как я представляю информацию, если это так, то платить сюда и работать. В целом, мне очень понравилось, желаю удачи с реализацией, и если вам хочется научиться делать дизайн, получить обратную связь, присылайте мне на разбор, приходите к нам учиться, я обучаю дизайн-интерьеру, обучаю бизнесу, как построить на этой теме, и также можете научиться комплектации, а также много остальных полезных видео смотрите на нашем канале. С вами был Санислав Орехов, будем смотреть на другие планировки и другие решения в следующих видео. До встречи! Продолжение следует...